добрый день друзья добрый день подписчики заглянувший на мой канал сегодня пришло время как я обещал в одном из своих видео показать как найти воду у себя на участке ну то есть воду выкопать колодец выкопать и там скважину пробить что-либо то есть найти воду для этого использую уже много лет вот эти вот рамочки обыкновенная проволочкой только что согнул я не специально то некие с любой проволочки любой проволоки алюминиевая будет остальная примерно вот так что это вот такой длины и она все будет работать прекрасно то есть это подручное средство можно идти в любом месте проволоку сюда можно найти значит этими рамочками пользуются локаторские какие-то биополя но это все я не знаю это все бред не бред не буду утверждать я верю в практику в том что я лично сам делал на своем канале не собираюсь где-то что-то там рассказывать которые я на своей жизни практики не делал то есть вот этими рамочками можно найти воду на участке раз этими рамочками можно найти электрический кабель закопанный в землю который лежит под напряжением вообще когда под напряжением без проблем искать даже легче чем воду воду немножко тяжелее искать меньше термо рамочки кабель это можно учиться на кабель если вы знаете где-то ложит лежит кабель земли можете получиться на этом а потом уже воду почувствуете сразу не каждый почувствует процентов ну всего лишь наверно 30-40 могут это сделать а потом когда получится почувствует настроиться то что настроиться надо именно головой руками там что-то да это надо то есть вы если раз почувствуете допустим на камере не раз сошлись вы знаете что искали вы почувствовали кого тянет как это все потом уже дальше идете знаете где нет кабеля допустим на дачах у нас обычно чистое кабели не проходит водопроводов не проходит все нормально там будет показывать чисто вода но если может железя какая-то большая закопана железо тоже показывает но в основном воду я уже пользуюсь ну как бы сказать в районе 200 колодцев я уже выкопал своими руками этими рамочками если бы оно не показывало я вас обманывал или сам себя обманывал я бы копал колодец зря а так где-то ну там 10-15 до 24 метров копал колодцы и представьте сам нахожу этот где именно вода нашел и там вот копаю потому что я за это отвечаю ни разу мне не было ошибок на какую глубину это но не знаю примерно в этом районе допустим где вы собираетесь копать у кого-то есть колодец или скважина первая вода то есть называется грунтовые воды там начинается у кого-то со скольки там год 12 год 15 год 20 вот в этом районе примерно это рассчитывать потому что глубину показать она не может это раз во вторых первая вода это грунтовая там начинается 10-12 кого там три даже метра бывает а дальше если бьем там уже идут именно источники вот эти все более чистая вода там уже 50 100 метров и больше как вы знаете скважины копать но у себя для дачи достаточно грунтовых вод которые находятся в среднем в районе от 8 и до 15 в этих пределах где-то так это подойдет для того чтобы найти все воду берем вот эти травочки согнули сейчас покажу как поставить на руку сделаем с руки стакан стакан делаем такой обычный и ставим на вот эту вот складку вот когда мы сжимаем тут получается складочки чтобы она просто стала а здесь стаканчик придерживают все это просто придирана то есть живая получается ее не держит второй рукой то же самое можно так ставить на складочку на складочку ну я иногда я так вот завожу просто за палец за палец завел вот таким вот образом и она стоит тоже вот так удобно и пошел идем стремимся мы немножко как бы их уравновесить чтобы они вот раз уравновесились уравновесились и пошли пошли идем где есть находится вода или как я сказал кабель они начинают все перекрещиваться но сейчас у меня здесь перекрещивается этот металл подмежом стоит обогреватель конечно будет перекрещиваться немножко есть то есть я для этого выйду на улицу и покажу именно на кабеле на там где вода есть и более-менее потом нагляднее будет я здесь снимаю ролик для того чтобы на улице потом не видели слышно будет я сам снимать некому и буду то есть поставлю вдалеке камеру и покажу как это делается то есть идем с этими рамочками в таком месте они сошлись вот так вот то есть их сам сам не делаешь они сами спорятся и когда они сошлись пытаются их развести развести наоборот поднять они не хотят то если он скрещивается именно это место забываем забили колышек вот мы нашли воду допустим здесь есть потом отходим подходим еще дальше метра 4 3 находим еще один тоже колышек забываем и атаку три-четыре места нашли допустим или вот сюда она будет или вот сюда или отсюда и потом с этого центра еще здесь найти раз-два допустим вот мы с рамочками идем раз нашли место два места три все делаем видимую линию проверили линию примерно она будет так такие и так ты немножко боком потом проверяем еще вот эти вот места вот здесь если мы находим еще еще вот допустим здесь точку нашли нашли здесь точку проходим дальше 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 где-то на получается еще вот здесь вот здесь потом прощупываем ближе сюда к этому месту и получается у вас вот жила одна есть ее видно вы прощупали зашли сбоку раз-два-три зашли теперь вы нашли вторую вот вы нашли вторую жилу это перекрестье двух жил здесь самое больше будет воды и большая вероятность что она будет ближе и все за качество воды конечно да там уже тут может быть один одна жила 1 как бы поток воды хороший быть допустим или мягкие вкусные и что там то есть не так не определить на вкус какая вода будет надо или скважину пробную бить или что то есть один поток может быть хороший плохой может быть ни один уже колорезь у меня так получалось выкопал допустим пошла 1 до 15 метров вода хорошая все отлично на вкус все потом что-то мало воды стало просят меня те же самые люди подкопай еще там метра два-три я им объясняю что вода поменяется вода другая уже не будет да ладно нам самое главное чтобы вода была больше поливать все это делать то есть копая дальше открываю может быть даже третье не проходился допустим 2 или 3 родник открывается а он буквально через метр через полтора там до двух метров и следующий может быть родник открыться и вода вода стала горькая стала соленая стала совсем другая вода стала то есть я предупреждал так оно есть но зато воды много стало потом добавляют кирпичом кольца все это дело то есть это уже второстепенно если это кому-то нравится кому-то нужно пишите в комментариях я продолжу эту тему как именно копать как именно начинать и методом как кольца опускать и что делать как ну то есть все тонкости совершенно если кому-то это что-то на там очень такое как быть для начинающих нужны очень такие расскажу секреты которые делаются то есть копать это ну допустим представьте копать допустим на 20 метров вот за эти 20 метров вам надо выкопать идеальный стоп чтобы был по отвесу ровный как это все делать я уже копала у кого цены допустим без ответа без ничего получался до 20 метров как как струна ровная без ничего используя только одну один размер палки чтобы лишнее не копать допустим диаметр диаметр кольца 70 у меня в основном кольца были небольшие кольца метровые там 70 допустим и оставляешь сантиметра два по два по три с краю не больше и вот это идешь полностью 20 метров допустим потом кольца опускаешь они должны естественно проходить все как положено если где-то стол столб этот шахта искривлена естественно не застрянут то есть все как бы расскажу это потом если это будет интересно ну а сейчас я как бы этот ролик включу на паузу будет на улицу я думаю здесь поэтому все уже понятно рамочки тоже понятно как ставить вот проще всего будет так вот завести вот так вот и все они будут сами показывать то есть тут сейчас как бы сильно не смогу показать потому что здесь там козел включенный там у меня щиты постоянного тока все короче и волны магнитные волны сейчас я на улицу выйду там постараюсь показать продолжаем друзья вышел и на улицу значит сейчас я вам покажу наглядно как работает кабель я знаю где он пролегает именно проходит кабель этот и как он на него реагирует то есть для для наглядности для всего остального потом повернусь и именно покажу где должна быть вода но не знаю может там что-то еще зарыто но тем не менее эффект тоже самый на даче там не будет у вас много там всяких канализации кабелей и все остальное сейчас общем ищем кабель напряжение и и и Продолжение следует... Сейчас я поверну камеру в другое место, где нет кабелей, и покажу вам там. Там должна быть вода. Будет далеко, конечно, но... Посмотрим. Здесь найдем именно перекрестье. Продолжение следует... 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 Ну, эти жилы очень часто, как бы, очень густо они населены, вернее, идут по шарику и не всегда получается избежать. Если что, какой-то может быть экран положить под кровать и все, но об этом будет отдельно. Все, пока, до свидания.